На днях полицейские из числа участковых уполномоченных в Первоуральске буквально в паре торговых точек в результате проверки изъяли левого товара столько, что на тысячи шел счет по некоторым позициям. И снова трубный городок на Шайтанке подтвердил свою репутацию торгового центра табачной паленки и контрабанды. Компанию правоохранителям составили активисты проекта «Народный контроль», который имеет в своем распоряжении такой эффективный инструмент, как интерактивная карта нарушений. Где любой гражданин может обозначить торговую точку и отметить в комментарии, по какой именно части в ней косячат. Именно так и появились эти два адреса. Один из них – павильон на проспекте Ильича 3, дробь 3, который прикидывался общепитом, чтобы на этом нехитром основании банчить пивом. Ну, так себе общепит оказался. Общепит. Вот из общепита две пиццы и три пирожка. К тому же реальному общепиту ни разу не помешали бы такие мелочи, как столики, например, или туалет. Он тут теоретически есть, но не тот. А тот, что надо, где-то в пути. То есть туалет только для работников, да? Ну, пока, да, Анна Михайловна же сказала, едет этот туалет. Туалет едет? Едет. Едет. Вдобавок ко всему, здесь умудряются обходиться без такого предрассудка, как кассовый аппарат. А че, а че, а че, дай его? Че, дай его? Нет. У нас там с автоба парад, где могут. Да. Ипы Марабаева здесь. Она берегиенка, она пришла, дала. Вот у вас документы висят. Ипы Марабаева, Анна Михайловна. А как давно сломался терминал? Что она ходит? Шестьдесят пять минут. Полный пиво. Добавок ко всему. Полный пиво. Полный пиво. Слышно, не пиво, полный пиво. Класса, бараба. Это было мая. Но пиво. Здесь тоже он пиво. Прибывшая хозяйка Ипы Марабаева энергично и напористо рассказала обо всех своих трудностях и мытарствах в попытке изобразить здесь некий общепит. Но неудачно. Поэтому пиво здесь скромно спрятали за обои. И вообще им здесь не торгуют. Оно здесь просто живет. Заклеила и запретила девочкам продавать. На данной стадии не продают. Продает продавец? Ну, видимо, раз вы говорите. Я не могу вам не верить. А до чего цельники вот здесь? Вот цельники, это все старые. Вот и висят. Это вот перемещение. Да, перемещение. А вот водку, спирт в фанфыриках и левые сигареты вообще, оказывается, принесла сама наглая продавщица. В общем, как-то неубедительно все получилось. Итог. Изъята отсюда целая коробка спирта. 120 пачек поддельного курева, 5 бутылок водки и ровно 1 тысяча бутылок пива в ассортименте. Это в минусе, а в плюсе соответствующий протокол как основание для назначения штрафа. Второй адрес, где участковые навели порядок, это в Атутина 20, магазин темные светлые. В нем на контрольной закупке продавщица легко отоварила гражданина целым блоком почти настоящих секрет и двумя фанфыриками спирта. Спирт, разумеется, позже был объявлен хозяином магазина просто антисептиком для рук продавцов. Они много работают, поэтому спирта много потребляют. для наружного применения. Нормальных наружных применений. В чем проблема? Да вообще проблем нет. В первый раз изымают, что ли? Ну, конечно. Держим их марок. Какая-то водка новая на пятницу. Царское охоту. Давай. Черточиловый. Разбор отрестил. Так, еще престиж. 15 трубок по 40 пузырьков. На складе, который продавщица пыталась, но не успела закрыть на клюшку, кроме спирта для мытья ее шаловливых ручек нашелся и коньяк, и водка двух сортов. Очевидно, что один для левой, другой для правой ладошки. Ну, и по самый локоть. А сигареты, говорит предприниматель, тут тоже не для продажи, он их курит сам. Водку с коньяком тоже хлещет. В оба-два своих горла личных. Любит Ива. Я не торгую этим. Она торгует. Вы продавали это? Я не люблю. Водка и спирт без акциз. Нет, это, понимаете, там хранится это все-все. Отсюда, вслед за протоколом, изъяли более тысячи пачек сигарет, более тысячи, а именно 1250 бутыльков ручного спирта, 7 бутылок коньяка и 30 бутылок водки. Это все-все-все-все-все-все. КОНЕЦ